Переселить и отремонтировать. По завершению осенне-зимнего сезона две социально важные республиканские программы входят в активную стадию реализации. Речь идет о переселении из аварийного жилого фонда и капремонте многоквартирных домов. Сколько домов в этом году станут выглядеть презентабельнее, как снаружи, так и внутри? Сколько граждан сменят прописку и что самое главное улучшит условия проживания? Об этом и не только. Сегодня наши вопросы напрямую адресованы министру строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Мурел Эльвире Вареновой. Эльвира Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Напомним нашим телезрителям, что не так давно в ходе официального визита в Республику Мурел Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, проинспектировал реализацию двух наиболее важных программ по строительству Республики Мурел, это по капитальному ремонту и по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Какие наставления он оставил, какие впечатления в целом остались у него от нашей республики? Мы посетили вместе с ним два дома по улице Кубешева города Ишкаралы и далее проехали в городское поселение Медведево, где были посещены четыре дома по улице Чехова. В процессе своего визита, своей поездки Андрей Владимирович общался с жителями данных домов, общался с представителями муниципальных образований, с управляющими компаниями, с подрядчиками. В процессе общения с жителями интересовался, есть ли какие жалобы, претензии. Никаких жалоб и претензий со стороны жителей не было. В общем-то, все довольны качеством того жилья, которое предоставлено либо в рамках переселения, либо в рамках другой программы. Что касается проведения капитального ремонта, то по возвращению в город Ишкаралу им был посещен дом по бульвару Чивайна, дом 35, где в 2015 году был произведен ремонт кровли и ремонт фасада. В результате своих инспекционных мероприятий, в общем-то, Андрей Владимирович остался доволен тем качеством работ, которые в республике осуществляются по реализации этих двух программ. Насколько нам известно, Андрей Владимирович пожелал, чтобы в 2016 году объема работ по капремонту республики МРИЛ был больше, чем в 2015 году. И вот давайте мы с вами как раз-таки затронем эту тему. Каковы объемы работ по капремонту в республике МРИЛ в текущем году? Уже сейчас в краткосрочный план 2016 года включено 105 многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту. Более того, буквально в мае будут вноситься коррективы в данный краткосрочный план, и он будет дополнен 41 многоквартирным домом, где также будут проведены работы по капитальному ремонту. И кроме того, по 112 многоквартирным домам будет разрабатываться проектно-сметная документация для того, чтобы начиная 2017 год, вот с учетом подготовленной проектно-сметной документации, можно было бы объявлять торги по непосредственно работам по капитальному ремонту. На все 258 домов, которые я перечислила, будет направлено порядка 453 миллионов рублей. Это будут средства собственников помещений. А какие виды работ в этом году запланированы к проведению? В рамках проведения ремонта в текущем году запланированы следующие виды работ. В 85 домах будет заменена кровля на сумму 186 миллионов рублей. В 53 домах будет произведен ремонт фасадов на сумму 49 миллионов рублей. В 50 домах будет произведен ремонт инженерных системы отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения на сумму почти 70 миллионов рублей. Замена лифтового оборудования произойдет в 8 домах и будут заменены 15 лифтов на сумму 27 миллионов рублей. Кроме того, будут отремонтированы подвальные помещения в 18 домах на сумму 5 миллионов рублей. И в 25 домах будет произведена установка узлов учета практически на 4 миллиона рублей. Эльвира Валерьевна, в этом году продолжается еще одна не менее важная программа, это по переселению граждан и из ветхого и аварийного жилого фонда. А сколько домов в этом году будет введено в эксплуатацию в рамках этой программы? Те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, должны быть расселены до 1 сентября 2017 года. Собственно, сейчас мы над этой задачей работаем и завершаем третий этап программы 2015-2016 годов и уже приступили к реализации завершающего этапа 2016-2017 годов. Вот в рамках этих этапов планируется ввести в эксплуатацию 21 многоквартирный дом, будет переселено порядка 32 тысяч квадратных метров жилья, и в результате чего улучшат свои жилищные условия 2087 человек. Эльвира Валерьевна, спасибо вам за беседу. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова